Трудовая история лучшего рационализатора мирного Павла Герасимова. Хороший пример того, как человек может оказаться на своем месте. На кого учился, тем и пригодился. Лучший в профессии, лучший на предприятии, лучший рационализатор компании. Механик по образованию, он не только знает, как работают все машины, но и готов предложить, как модернизировать производство. О мастере-рационализаторе расскажет Наталья Николаева. Следить за бесперебойной работой механизмов и машин. Так вкратце можно охарактеризовать служебные обязанности Павла Герасимова. В должности главного механика трудится год. Начинал механизатором. Еще будучи рабочим, от и до изучил весь производственный цикл прииска. У меня большой парк бульдозерной техники, 5 гидравлических экскаваторов, 7 бульдозеров, рыхлители, фронтальные погрузчики, автогридера, колесные бульдозера. Пойти учиться по специальности горные машины решил сам. С детства увлекался техникой. Из рабочих в инженеры Павел вырос при руководителе предприятия Михаиле Лопатинском. Директор говорит, рост этот заслуженный. На сегодняшний день эта работа оценена руководством компании. Их главный механик прииска ВГ Герасимов Павел Сергеевич, соответственно, признан лучшим рационализатором по основному производству. Дробильно-сортировочный комплекс – один из объектов прииска. Работает без нареканий. Механики выявили лишь один недостаток – быстрый износ тормозного диска на редукторе. Деталь дефицитная, не всегда есть в наличии. К тому же поставок ждать некогда. От ее работы зависит закладка мира. Было принято решение применить диски сцепления, накладки сцепления с отечественного автомобиля ВАЗ-2108, засверлить данный диск и при помощи заклепок закрепить, тем самым восстановить работоспособность мотор-редуктора. У нас всегда найдется применение раз с предложением, говорит Павел Сергеевич. К примеру, здесь уже есть, что переделать и модернизировать. В партнерстве главный механик и начальник участка выдвигают по 10 раз предложений в год. И все, что немаловажно, экономически выгодны. Наталья Николаева, Илья Засукин, телеканал «Алмазный край».